Добрый день, уважаемые телезрители! С вами программа «Из первых рук» и я, ее ведущий Антон Пережогин. А сегодня у нас в студии заместитель главного врача скорой медицинской помощи города Актобе Дастан Панаевна Ниталиева. Здравствуйте, Дастан Панаевна. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, сегодня мы приехали в авиагородок, в КДЦ и вместе с вами увидели, ну вы, наверное, видели почаще-то, вы, наверное, открывали новую подстанцию скорой медицинской помощи, которая будет оказывать услуги как раз-таки нескольким районам. То есть авиагородок, часть ГМЗ и 41-й разъезд. Немножко расскажите об этих подстанциях, для чего они создаются, сколько их уже у нас и какова их основная направленность? Ну, мы, значит, у нас всего на сегодняшний день 5 подстанций и головная станция. Эти, значит, на вчерашний день были открыты 2 подстанции. Это вот в районе авиагородка и в районе жилгородка на базе консультационного отдела российского центра и городской поликлиники номер 1. Эти, значит, подстанции у нас создаются для того, чтобы мы уменьшим количество опозданий на вызыва. То есть у нас есть, согласно приказу МИЗРАВА, 15-минутный доезд. Вот за вот эти 15 минут по срочным вызывам, именно по скорой помощи, мы должны доезжать. Для того, чтобы уменьшить количество опозданий, быстрее доехать, мы создаем эти подстанции. И с таким расчетом, чтобы именно этот район обслуживать. Вообще, когда строится новый район, например, вот сейчас у нас Нур-Сити построен, еще будет он строиться дальше, больше там нужна подстанция, обязательно скорой помощи. Потому что население растет, и количество населения растет, и этот район строится. Потом БАТЭС-2 тоже. Но на сегодняшний день эти подстанции хватает нам для обслуживания города. Достаточно. Вот 5 мы открыли, они нам достаточны. А вот Нур-Ак-Тубе? Нур-Ак-Тубе у нас стоит в Жилянке, есть у нас. Есть, да, подстанция? Да, есть подстанция, там 4 бригады, и они обслуживают. Ну, то есть, как вы думаете, вообще этого хватает сейчас для города, или же, конечно, требуется еще? Нет, хватает. Пока что хватает. Сейчас хватает, да, хватает. Вот несколько минут мы хотели, хотелось бы как раз-таки посвятить итогам этого года. Все-таки прошло 11 месяцев, практически заканчивается 12 месяц. То есть, какие итоги, увеличилось ли количество вызовов в этом году, направленность этих вызовов, в основном, чем болеют люди, с какими проблемами, с какими обращениями вообще вызывают скорую помощь? Понятно. В общем, за 11 месяцев у нас поступило 169 774 обращений, это обращения населения. Из них мы обслужили 155 479 вызовов. То есть, непосредственно эти люди были обслужены. Ну, из каких, на первом месте это стоят заболевания органов дыхания. То есть, чаще всего у нас болеют простудным заболеванием ОРВИ, бронхит, пневмония. Далее идут сердечно-сосудистые заболевания. И еще я хочу отметить, что в этом году увеличилось количество ДТП. Вообще, с каждым годом растет ДТП, а это в этом году уже по сравнению с прошлым годом. Если в прошлом году мы обслужили 998 9 ДТП, в этом году уже 1077 ДТП обслужили. Ну, и, скорее всего, это интенсивность движения возрастает, поэтому, наверное. Поэтому из простудных заболеваний на первое место это детские вызова. Очень много детей обращаются к нам. И хочется отметить, что вот, например, с ноября месяца поднялся резкий подъем вызовов. Мы обслуживаем... Вот сейчас немножко снизился, но вот, учитывая погоду, то, что вот то мороз, то потеплело, и у нас детских вызовов... Вообще вызова 700-800 вызовов в сутки мы принимали. Вот с ноября месяца. Но сейчас немножко снизился. И самый 50% это детские вызова. Практически, можно сказать, что у нас весь город на скорой помощи сидит. Именно по детям. Например, мамы, даже если и участковый врач к ним приходил, назначил лечение, а вечером они все равно скорую вызывают. В каких случаях вызывают? Ну, вызывают температуры. В основном температуры. Кашля, температура. Вот только вот такие вызыва. Головная боль. И вот, конечно, хотелось бы это отметить, чтобы обратиться к жителям нашего города, что надо обращаться к участковому врачу, поликлинику. Потому что скорая помощь приходит, например, собьет температуру. Мы назначение сделаем, но мы не наблюдаем дальше этого больного. Мы не знаем дальше, что с ним происходит. Буквально мы бываем 5-10 минут на вызове. Хотелось бы, чтобы люди больше обращали внимание на свое здоровье. И шли в поликлинику, обращались к участковому врачу, проходили обследование и лечились как положено. Потому что не лечится. Абсолютно не лечится. А с чем вы связываетесь? Вообще можете с чем-то связать вот такое увеличивающееся количество вызовов? Почему люди не хотят идти в поликлинике? Почему они не хотят лечиться? Раньше же ходили в поликлинике, лечились. С чем это связано вообще? Это с падением общей культуры людей как-то и заботы о своем здоровье? Или же это просто у людей времени не хватает? Ну, я не могу сказать. Может, и времени не хватает идти. Люди, которые работают, наверное, им легче вызвать скорую. И не идти в поликлинику, потому что, наверное, в поликлинике очереди. Надо стоять в очереди. А скорая, что приехала, вслужила, посмотрела. Даже и мы ЭКГ снимем, объясним, что к чему, как. Давление померяем, температуру померяем. Может быть, поэтому... Так, может быть, лучше увеличивать количество машин бригад скорой помощи, чем строить новые поликлиники, увеличить количество врачей, именно, которые должны обслуживать ту или иную категорию населения? Ну, на сегодня у нас бригад хватает. 33 бригады. Хватает ли на вызовы? Да, хватает. Хватает у нас 33 бригады. Но, понимаете, почему у нас жалуются, что вот опасно, не приехали не вовремя. Потому что, например, за один час может поступить 50 вызов одновременно. Понимаете? Но эти 50 вызовов мы же сразу не можем обслужить. Мы... У нас есть категория срочности, и мы их обслуживаем по категории срочности. Население не понимает этого. Им надо, чтобы именно к ним сейчас и сразу же приехали. Но мы не можем это сделать. У нас есть АСУ-программа, которая сама выбирает. Первая, вторая, третья категория срочности – это именно по скорой помощи, которой мы должны выехать через 5 минут и в течение 15 минут к ним приехать. А остальные такие, вот как температура, например, да, это по четвертой категории идет. Мы выезжаем через 20 минут, в течение 25 минут мы должны приехать. Через 15 минут выехали, в течение 20 минут мы должны к ним приехать. Ну, население, конечно, не понимает этого. А у нас есть телефонный звонок. Здравствуйте. Алло. Да-да, здравствуйте, мы вас слушаем. Добрый день. У меня вопрос. У нас вчера сестра заболела. 40 градусов температура была у нее. Позвонили на скорую, они говорят, звоните в поликлинику. Оттуда, говорят, отправят вам. Ну, ладно, уже сказали, в поликлинике придет. В 10 часов утра позвонили, приезжает в 4 часа вечера после обеда. Я хочу сказать… Здравствуйте. На этот вопрос я хочу ответить так. У нас есть, значит, вызыва, поступающие часы работы в поликлиниках. При поликлиниках, при наших крупных поликлиниках, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й поликлиник, откуда-то центры неотложной помощи. Дежурит такая же бригада, как и у нас. На машине фельдшер обслуживает вызыва. Мы, те вызыва, которые поступают к нам, и мы считаем, у нас есть специальные такие показания, которые подлежат переадресации. Это только днем. С 9 до 5 часов мы их передресуем в поликлинику. Центр неотложной помощи. Оттуда выезжает бригада, обслуживает. Если надо, они тоже передают своему участковому врачу этой поликлинике. А если считают, что нужно, чтобы приехала скорая, они нам передают, и мы выезжаем. А почему так поздно? Говорят, что утром обратились в 10 часов, а только после обеда в 4 часа только приехали. Это не от нас зависит уже. А когда должен контролировать работу таких бригад? Или их контролирует непосредственно руководство поликлиники? Да, замглавврача поликлиники. То есть, если и жаловаться на такие опоздания, то только на руководство поликлиники? Да, к ним обращаться надо, к заместителю главного врача, она решит эти проблемы в любой момент. Там специально бригада, они обслуживают. Там наши же фельдшера сидят, наши же скорой помощи фельдшера сидят, грамотные, опытные работники сидят там. Прекрасно обслуживают. Но тоже не успевает, много вызовов. Как я вот знаю, если раньше, например, скорая медицинская помощь, работники могли оказать неотложную помощь прям во время кризиса, то сейчас говорят, что практически никаких лекарств в скорой медицинской помощи не используется. И в основном советуют. В основном советуют. Обтирайтесь спиртом. Ну, во всяком случае, я такое сам лично слышал. Говорили, что обтираетесь, обтираетесь. Вот так вот вы вылечитесь, вы обтираетесь. У нас уже в течение 4-х лет, раньше мы делали аналгин с замедролом. Было такое, аналгин с замедролом. Сейчас у нас в нашем реестре в лекарственном формуляре аналгин исключен. По тем показаниям, что он вызывает осложнение. Особенно у детей. Поэтому мы аналгин вообще не делаем сейчас. Но у нас есть заменяющие парацетамо в свечах, суспензии, в таблетках парацетамо. Для детей, например, есть. Потом есть, если, например, бывает такая температура, когда руки-ноги холодные, говорят же, холодные, а целые горячие. Для этого спазмолитики. То есть все препараты у нас есть. 100% мы обеспечены всеми препаратами. А какие самые сложные районы для вас? Вот, например, я знаю, что для пожарных, например, есть районы, в которых они, например, там, где, например, перекрыты шлагбаумами, подъезды к подъездам. Потом в любом случае это какие-то частные районы. Для вас какие самые сложные районы? И есть ли какие-то обращения, например, к нашим телезрителям, как нужно встречать, дозваниваться и встречать скорую помощь, чтобы она, правда, потом они, врачи, чтобы не петляли вокруг этого дома, не зная, где находится пациент. — Самые трудные участки — это дачные участки. Вот это самое трудное. Когда мы не можем найти, и люди иногда настолько вот так грубо разговаривают с нашими диспетчерами, что, мол, я не могу выйти, как хотите, так и находите. Но у нас просто сейчас вот, как вот сказать вам, ни улиц, ни номера, номера есть. Мы просим хотя бы вы, вот у нас есть определенный район, например, возьмем дачные поселения, например, на ГМЗ. Там есть какой-то магазин, мы говорим, подойдите туда, скорая подъедет, и вы потом проводите нас. У нас очень много уходит времени на то, чтобы найти эти адреса. Дачи. — То есть нужно в любом случае, человек, который вызвал, нужно выйти на улицу и встретить? — Да, должен встретить, да. — Спасибо большое. Хотелось бы напомнить, что у нас в студии была заместитель главного врача скорой медицинской помощи города Актобе, Дастан Панаевна Ниталиева. Спасибо большое, Дастан Панаевна. До свидания. — Всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok